ДИАЛОГ ДИАЛОГ Вы занимаетесь научно-педагогической деятельностью, за эти годы вам многого удалось бесспорно достичь, и вот сегодня вы баллотируетесь на должность ректора университета. Как родилось подобное решение, и чувствуете ли вы в себе дополнительные силы и мотивацию, дабы взвалить на себя столь огромный груз ответственности? На ваш взгляд, в чем состоят основные идеи современного университета, какова концепция дальнейшего развития? Спасибо, Артем. Действительно, очень важные вы затронули темы. Вы правильно сказали, что 8 лет я уже руковожу, фактически являюсь первым заместителем ректора, и координирую и контролирую работу учебную и международную в нашем университете. Этот опыт, который я приобрел за время своей работы проректором, первым проректором фактически, он, конечно же, дал мне какие-то определенные взгляды, какое-то определенное понимание того, куда должен двигаться университет, какова должна быть стратегия его развития. К этому необходимо добавить мой зарубежный опыт. Я уже, по-моему, говорил о том, что я работал в одном из ведущих американских университетов, Мичиганском университете, это ТОП и университет. И, конечно же, то время, которое я там провел, это больше года календарного, также позволило мне определиться и понять те пути, те, наверное, основные векторы развития, которые должны характеризовать современный университет. Которые должны откликаться на вызовы времени современного. И вот, собственно говоря, наверное, основная идея, которая заложена сейчас в развитие, в концепцию развития университета, это людской капитал, это человеческий фактор. Именно человек, именно его возможности, его потенциал является тем основным краеугольным камнем, который должен быть заложен в основу функционирования и развития университета. Именно то, как человек относится к университету и будет являться основополагающей такой стороной его будущего, будущего университета. Если человек приходит в университет, ну, например, студент, просто отучиться, отсидеть на парах. Я прошу прощения, Николай Иванович, вот вы сейчас говорите и о студентах, и о преподавательском составе. Да, безусловно, а преподаватель придет только отчитать свою пару, то, наверное, мы не получим того, что мы хотим. Наверное, мы не получим ту идею, которая вот заложена в идее университета современного. Современный университет – это такая среда, где человек не только работает, это среда, где он раскрывает свои возможности. Это среда, где он реализует свой творческий потенциал, где он может свободно заниматься наукой, искусством, спортом, проводить свое свободное время, реализовать свои какие-то интересы, хобби свои. То есть это место фактически во второй дом. Это очень важно в понимании того, куда мы должны идти. Вот если мы все, я имею в виду и преподаватели, и студенты университета, проникнемся этой идеей, тогда мы будем, как говорится, на коне. Иванович, но тем не менее, вы баллотируетесь на должность ректора, поэтому в чем, не могу не спросить, в чем заключается, на ваш взгляд, современное управление университетом в соответствии с требованиями, временем, как перестроить работу? Да, безусловно, наверное, одно из основных направлений – это именно управленческая деятельность. Это то, каковы должны быть функции современных структур в университете, чтобы действительно отвечать вызовам современного времени, вызовам той действительности, которая сейчас является, наверное, очень сложной и для страны, и для города, нашего корабельного города, и, безусловно, для университета. Конечно же, здесь нужно отметить несколько моментов, которые необходимо изменить в структуре управления университетом. Безусловно, я бы хотел акцентрировать внимание на таких вещах, как, первое, это взаимоотношения между ректором и ученым советом. Но это все равно, что, допустим, взаимоотношения между исполнительной и законодательной веткой властью. Да, в большинстве наших университетов возглавляет ученый совет ректор. На мой взгляд, это неправильно, и это является уже тем первым достижением, которое я со своей командой, в общем-то, уже реализовал в университете. На мой взгляд, это должны быть разные люди. Это дает больше возможностей для больше широкой дискуссии при выработке стратегических решений. Это дает возможность определения более оптимальных вариантов, гласность, открытость, обсуждения всех стратегических или жизненно важных решений для университета. То есть это то, что обязательно должно быть реализовано, и то, что я обязательно буду реализовывать, что это разные ветки власти университета. Конечно же, нужно сказать и особенной роли, которая должна быть выделена наблюдательному совету, наглядовой ради университета. Сейчас она, в общем-то, у нас фактически формальна, но возможности наблюдательного совета на самом деле очень велики. Это и определение стратегии развития университета, это и контроль за ее осуществлением, это и, наверное, привлечение более широкого круга наших выпускников, успешных выпускников. У нас их достаточно много, работающих в разных отраслях промышленности, для того, чтобы они могли как-то больше быть мотивированы в том, чтобы помогать университету. Опять-таки, это пример тех же зарубежных университетов, где их попечительские или наблюдательные советы представляют собой очень мощные такие рычаги влияния на стратегию развития университетом. Это и заинтересованность этих людей, которые будут в наблюдательном совете помогать университету, помогать и спонсировать, возможно, некоторые его виды деятельности. Это тоже очень важно. Это, безусловно, следующий момент, который в управлении необходимо реализовать, это вопросы, связанные с бюджетированием, с тем, как должен строиться бюджет университета. Безусловно, это должно быть не решение на уровне ректор решил, а это должно быть именно корпоративное управление. Это должно быть решение, которое определяется гласно, это решение, которое определяется в результате обсуждения ученым советом, координируется с наглядовой радой. Это решение, которое, опять-таки, должно вызывать дискуссию в широких слоях университетских, как среди преподавателей, так и среди студентов, о том, какие приоритетные направления должны быть заложены, допустим, на год, на пять лет развития университета. Это, безусловно, контроль за выполнением этих решений, это такой общественный, я бы даже сказал, контроль. Но кроме общественного контроля, это и привлечение достаточно известных специалистов в области аудита, за тем, чтобы сам процесс выполнения этого бюджета, то есть сам процесс бюджетирования и выполнения бюджета, тоже находился под зорким контролем общественных и аудиторских структур. Это тоже очень важно в наше время, предотвращение любых вариантов коррупции, предотвращение любых вариантов кумовства какого-то и так далее. Это, на мой взгляд, тоже то, что должно быть заложено, вот такой корпоративный стиль управления. И, безусловно, что является очень важным, и я это отмечаю всегда при выступлениях в своей программе, то, что все структурные подразделения университета, а речь идет о факультетах, институтах, филиалах наших, должны понимать, что они являются непосредственными как участниками вот этого самого процесса стратегических решений выполнения, но и они имеют возможность для реализации этих своих задач располагать какими-то средствами. Поэтому бюджет университета, на мой взгляд, должен формироваться из трех каких-то основных частей. Это первая часть, это, собственно, бюджет, который позволяет реализовывать стратегические главные задания университета. Следующая часть, это то, что передается непосредственно структурным подразделениям, факультетам, институтам, филиалам, которые колледжам, которые также в нашем составе есть, которые реализуют свои какие-то тактические задания, и каждый директор и декан факультета понимают, что у него есть возможность, опять-таки, не самолично, а с помощью ученого совета своего факультета или института разрабатывать свою какую-то линию, стратегическую линию, которая является, естественно, в конве общего развития университета, оно позволяет и какие-то реализовать тактические задачи, необходимые именно для развития того или иного структурного подразделения, того или иного факультета. И, безусловно, третья часть бюджета, которая, мы, к сожалению, в таком мире живем, где возможны различные чрезвычайные ситуации, перебои, сбои, аварии, вот это третья часть бюджета, конечно, необходима резервный фонд для как раз ликвидации таких последствий из различных чрезвычайных ситуаций. Вот это, на мой взгляд, очень важные аспекты современного управления университетом, которые являются, ну, каким-то, в общем-то, вариантом корпоративного управления, с одной стороны, объединяющего централизацию, выполнение стратегических решений, с другой стороны, дающего максимальную самостоятельность его структурным подразделениям, что может являться таким дополнением одной составляющей другой. Это, на мой взгляд, очень перспективно и очень необходимо для стратегического развития нашего университета. Тем не менее, Евгений Иванович, основная задача ВУЗа – это подготовка кадров, обучение студентов. Какие новшества, изменения и действия вы планируете в данном направлении? И следующий вопрос – научная составляющая, инновационная деятельность университета. Какие аспекты хотелось бы вам расширить, изменить, улучшить? – Безусловно, Артем, мы, вы знаете, являемся флагманом кораблестроительного образования не только в нашем городе, а и в нашей стране, в нашей Украине. И, конечно же, приоритетная наша задача – это подготовка кадров именно для судостроительной, смежных отраслей преимущественности, для морехозяйственного комплекса, именно тех направлений в экономике Украины, которые, на мой взгляд, позволят сказать, что Украина действительно является морской державой. Не страной у моря, а именно морской державой. И, конечно же, необходимо нам, университету, руководству университета, уделять максимальное внимание именно направлению такому образовательному, то есть качеству образования. Чем более качество образования, качество наших специалистов на рынке вот таком глобальном труда, не только украинском, а международном рынке труда, будет более высокого, тем более высокий будет имидж университета, как уникального центра образования и науки, кораблестроительного образования и науки. И тем больше у нас шансов на успех, потому что конкуренция на этом рынке, как и, наверное, в остальных аспектах экономической деятельности, очень высока и очень сложно иногда реализовывать себя вот в этом именно направлении. Но, тем не менее, учет вот современных веяний, учет тех потребностей, которые нам предлагают наши работодатели, и учет это именно заключается в разработке программ учебных, которые не должны быть оторваны от производства, не должны быть оторваны от реальной экономики, учет тех, наверное, технологических новостей, которые есть на современном рынке, образовательных, научных исследований. Вот именно это даст возможность и откликаться на потребности современного рынка, глобального рынка. Это тоже, что необходимо сказать здесь. И, наверное, может быть, уже наши телезрители знают, что наш университет является национальным, все знают, но в 2021 году по соответствии с современным законодательствам мы должны будем, как и другие, кстати, университеты, подтверждать статус, свой национальный статус. Для этого выдвигается целый ряд требований, и мы должны им всем удовлетворять. Это достаточно сложные задачи, но я абсолютно уверен, что мы их выполним. Как, впрочем, и то еще одно направление, которое, мне кажется, тоже нам необходимо, и которое определяется моим опытом работы в зарубежных университетах, то, что наш университет должен быть исследовательским университетом. Вот это как раз теперь научная составляющая. Это позволит в большей степени претендовать на какие-то государственные программы, концептуальные какие-то программы, если мы будем являться исследовательским университетом. Это, в свою очередь, тоже достаточно высокие и сложные требования, но нам вполне по силам, благодаря нашим кадрам, благодаря нашим достижениям и научным, и международной деятельности, нам вполне по силам стать именно исследовательским университетом и внести свой достойный вклад в развитие именно научных направлений. Для этого необходима и не только аккредитация в нашей стране наших специальностей, но и аккредитация наших учебных программ на международном рынке, международными аккредитационными агентствами, немецкими, французскими, другими европейскими, азиатскими, такими, как, допустим, китайские агентства, те же достаточно мощные американские агентства сертификационные, где мы должны реализовывать свои программы образовательные именно. Это и такое направление, как подтверждение, может быть, или расширение наших научно-консультационных пунктов за пределами не только нашего города, но и нашей страны. Это такое направление, которое, опять-таки, позволяет и имидж нашего университета повышать, и позволяет, опять-таки, нам распространять свои возможности или информацию о своих возможностях, привлекать большее количество абитуриентов. Это и обеспечение вот той ступеньки непрерывного образовательного процесса от квалифицированного работника через младшего специалиста, младшего бакалавра, к бакалавру, магистру и затем уже научному уровню, научно-образовательному уровню, сейчас называется докторские программы, PHD-программы. Это вот обязательное выполнение и способствовать вот такому лесенке, чтобы мы в своей структуре имели или за счет своих пунктов консультационных распространение вот такой вот лесенки, которая позволяет нам иметь своего уже подготовленного абитуриента и своего подготовленного специалиста. Ну и, конечно же, здесь необходимо сказать о некоторых таких новых для нас в целом, не только нашего университета, но и для, наверное, всех украинских университетов, направлений, как внедрение, например, такой очень интересной системы, как Postdoctoral Fellowship. Это достаточно распространено за рубежом. У нас, к сожалению, пока в Украине эти программы не слишком, ввиду определенных сложностей экономических распространяются, но это дает возможность нашим молодым, именно молодым ученым, которые только вот защитили свои кандидатские диссертации, PHD сейчас диссертации, правильно говорить, докторские PHD диссертации, дают возможность оставаться в университете, потому что не секрет, что очень часто бывает, что молодые ребята, которые защитились только, не имеют возможности остаться в университете преподавать, потому что нет нагрузки, нет возможности читать лекции, преподавать. И вот введением таких вот стипендий постдокторовских и включения этих ребят в штат-кафедр на исследовательские, на такие гранты, да, исследовательские гранты, которые возможны за счет спецсредств университета, заработанных спецсредств университета в результате своей раздоговорной научной деятельности, международной деятельности. Это позволяет ребятам оставаться в штате кафедры, выполнять свои исследовательские работы, развивать науку в университете, естественно, популяризировать ее, и тем самым делать более актуальной и более интересной для абитуриентов, для будущих наших студентов. Это, конечно же, здесь нужно сказать и о том проекте, который мы сейчас выдвигаем очень активно, научно-технический и национный парк. Эта возможность даст нам развивать не только научку нашу, науку как теорию, но развивать прежде всего на потребность рынка, на потребность наших работодателей. То есть это достаточно грандиозный проект, мы сейчас его активно разрабатываем, пропагандируем. Ну и, собственно говоря, это является тоже таким важным направлением. Ну и, конечно же, здесь нужно сказать обязательно о том, что необходимо разработать систему стимулирования людей к труду, стимулирования людей к, ну, я бы сказал, к отдаче максимальных своих возможностей на благо университета. Я твердо убежден, что люди, которые находятся на одинаковых должностях, но один из них вкладывает свою душу, сердце, проводит с утра до вечера время, и кто-то придет немножко посидеть на работе, потом пойдет пить кофе, они абсолютно не должны получать одинаковую зарплату. Люди должны, труд людей должен оцениваться по вот этому результату конечному. Это очень важный момент, мне кажется, чтобы стимулировать и ребят наших молодых, и ученых, и студентов, стимулировать к тому, чтобы развивать себя в науке, развивать себя в необходимости, дать пользу какую-то университету, обществу. Это очень важно. Илья Иванович, я не могу не спросить, о международной деятельности, это Ваш профиль, какова ситуация на сегодняшний день? Очень много публикаций о национальном университете, и много рассказывается о китайском направлении, о сотрудничестве с Китаем. Но только ли Китаем единым сегодня живет международный вектор? Что касается вот того вклада или тех моментов, что нам дает обучение иностранных студентов, я могу вам привести некоторые цифры, которые, наверное, будут характеризовать достаточно ярко вот ту картинку, которая есть. Вот сейчас у нас примерно наш бюджет составляет порядка 198 кусочков миллионов гривен. Это в год? Да, годовой бюджет. 74% это, собственно говоря, то, что нам дает бюджет Украины из этой суммы, а 25%, это почти чуть больше 46 миллионов, это именно те спецсредства, которые мы зарабатываем своей деятельностью. И не последний вклад в этом действительно международной именно деятельности. Но при этом очень часто забывается, что те спецсредства, которые мы получаем, а спецсредства это за образование именно, это 79% из этих 46 миллионов, 79% это именно те деньги, которые мы зарабатываем, обучая наших студентов иностранных. Так вот, 79% это почти 37 миллионов. Эта сумма включает в себя не только иностранных студентов, а и наших украинских студентов. То есть 67% из этой суммы, это почти 25 миллионов, дают нам наши украинские студенты. И вот порядка где-то 13 миллионов это наши иностранные студенты. Или 1 треть, 33% это наши иностранные студенты. Поэтому говоря о тех возможностях наших на международном рынке, нельзя забывать, что мы все-таки прежде всего учим наших с вами родных студентов из нашей с вами страны, из нашей Украины. И это 2 третьих нашего заработка вот этих специализированных средств, которые дает нам платное образование. А вот в этой оставшейся трети, там опять-таки тоже есть определенное распределение. Безусловно, китайская тема сейчас у нас очень популярна. И действительно, китайская тема дает нам весьма хорошие результаты. И подготовки бакалавров, и подготовки магистров. И сейчас готовится проект по подготовке докторов наук. Очень достаточно, на мой взгляд, весомый. Но опять-таки сейчас, вот за прошлый год, по этим данным, которые у нас есть, примерно 70% дает нам подготовка именно студентов из постсоветских стран, таких как Туркмения, Азербайджан, Грузия, Молдова и других. То есть 70% почему-то об этом забывается и акцентрируется внимание на Китае. Да, безусловно, это очень важно. Это очень большая сумма. Но не основная сумма сейчас по деньгам, которые зарабатывает наш университет. На международном рынке. На международном рынке, безусловно. Поэтому это вот такой вот момент, который, мне кажется, нужно объяснять. И не забывать, что кроме Китая у нас масса других направлений. Сейчас мы, наверное, уместно сказать о том, что мы сейчас готовим очень хорошие проекты развития с такими странами международного сотрудничества и обучения как студентов, так и специалистов на уровне, допустим, подготовки офицеров военно-морских сил Индии. С Индией такие проекты готовятся, я думаю, очень активными будут. Наш сосед Турция, который тройной такой проект. Мы, Грузия и Турция, вот сейчас мы тоже готовим определенные шаги в этом направлении, которые, мне кажется, тоже будут достаточно успешными. Нельзя забывать и о таких странах, как, допустим, те же представляющие страны Север Африки, Марокко, Тунис. Достаточно много студентов в Украине из этих стран. И это такой наш резерв, который мы еще не использовали. Безусловно, это страны из Азиатского региона, которые из Близневосточного региона. Сложности есть работы определенные с ними, но, опять-таки, не надо о нем забывать. И я думаю, что мы там приложим тоже достаточно усилий, чтобы пополнить наш, расширить географию, я бы так сказал, студентов, которые учатся у нас и которые получают качественные знания по своей профессии. Вот как раз и студентов, Евгений Иванович. Основа любого вуза – это и есть студенты. Какова Ваша стратегия взаимодействия руководства университета со студенческим самоуправлением? Вы знаете, Артем, студентское самоуправление в последнее время играет невероятно мощную, я бы сказал, такую роль и играет далеко не последнюю струну в оркестре управления университетом. Это обусловлено и законодательством Украины, и законом Украины про высшую освиту, и законом Украины про освиту, где этому уделяется очень большое внимание. Ну, это и сама жизнь. Вот то, что я говорю, что университет, он должен быть домом не только для преподавателей, но и для студентов. Это вот наш общий дом, и студенты должны понимать, что это их альма-матер, который они реализуют не только себя как будущего специалиста, но реализуют свое «я», свои навыки, свое хобби, свои какие-то творческие, спортивные достижения. Поэтому роль студенческого самоуправления, она, безусловно, очень важна, и я бы охарактеризовал такими, может быть, тремя буквами «В» стиль взаимоотношений. Это взаимоуважение, взаимодействие и взаимопомощь. Евгений Иванович, во все времена НКИ, как говорили раньше, ныне НУК, славился своими социальными проектами. Как обстоят дела на сегодняшний день? Есть ли какие-то перспективы улучшения работы в данном направлении? Безусловно, социальная составляющая любой организации, такой организации, тем более как университет, тем более в аспекте того, что я говорил, что университет – наш дом, это одно из важнейших направлений. Чем более совершенны, более интересны и более направлены на общество, на сотрудников проекты социальные, тем и больше, наверное, и отдача от этих сотрудников для университета. У нас достаточно много университетей, вы знаете, наверное, уделяется внимание спорту. Я думаю, это одно из приоритетных направлений, и мы как раз вот эту составляющую всегда развивали, будем развивать. И наши спортсмены, вы опять-таки знаете, и все их имена можно называть. И вот уже и свежеолимпийский чемпион. Это именно наш выпускник, как раз, наверное, спорт – это показатель того, что социальный аспект, связанный со спортом, в НКИ всегда на плаву, на коне, как говорится. Но кроме спорта, естественно, есть и другие вещи, которые опять-таки в нашем университете всегда развивались, и на мой взгляд, которые мы немножечко сейчас, может быть, из-за той сложной ситуации в обществе, в стране, мы от них немножечко, ну не то чтобы отвернулись, но забыли, я бы так сказал. Это культурная составляющая. Ведь наш университет, НКИ, как мы всегда говорили, всегда был центром культурной жизни. И в городе, и в стране, я не побоюсь сказать. Всегда в нашем университете, в нашем НКИ были великолепные творческие коллективы, музыканты, артисты, студийные коллективы, драматические коллективы, танцевальные коллективы. Ну, наверное, все знают эти имена наши известные, и Диалогский Мамбрейдбургам, и братья Меладзе, и наш студенческий театр, который опять-таки гремел в свое время. Вот что-то упущено, и мы должны, на мой взгляд, опять-таки возродить ту славу культурного центра, флагмана культурного в нашем обществе, в нашем городе и в нашей стране. Мы провели в преддверии женского праздника, мы провели очень такой, на мой взгляд, симпатичный концерт с участием Performance Big Band Владимира Алексеева и агентства «Первое свидание», достаточно известных ребят у нас. На мой взгляд, великолепный концерт, в котором, ну, наверное, оживились вот эти струнки, оживились нотки того, что НКИ именно центр культурный, центр того, где рождаются какие-то новые инициативы в этом направлении. И мы все приложим для того, чтобы вот эту вот славу НКИ как культурного центра, центра искусства, центра музыки, центра... Спорта, молодости, здоровья. ...спорта, молодости, здоровья, чтобы это все возродить и сделать более популярным. Игорь Иванович, ну и в завершение, а ваши пожелания большому трудовому коллективу в преддверии предстоящих выборов? Самое главное пожелание, наверное, чтобы люди пришли и проголосовали, чтобы наши все сотрудники, преподаватели, студенты пришли 14 марта и проголосовали. Ведь от того, кому отдадут они эти голоса, и будет, наверное, зависеть будущее нашего университета, будет зависеть путь, которым пойдет, стратегический путь, которым пойдет наш университет. От этого будет зависеть, собственно говоря, и будущее у каждого из нас. И я бы, наверное, и не побоялся сказать, и будущее, наверное, и города, города Корабелов. Поэтому я вас прежде всего призываю прийти на избирательные наши участки и проголосовать. У нас в гостях был Евгений Трушляков, первый проректор Национального университета кораблестроения. Мы обязательно будем держать руку на пульсе того, как пройдут выборы, когда будут оглашены результаты. И в дальнейшем всегда будем рады встрече с коллективом и руководством Национального университета кораблестроения. Берегите себя и своих близких. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин